В Караганде полицейские задержали квартирного вора на месте происшествия. Путем подбора ключа подозреваемый проник в квартиру, а затем стал собирать все цены, что попалось ему под руку. Бытовую технику, ювелирные изделия, деньги не попрызгал даже продуктами питания. При Шахтинске появились мелкие воришки и крупные вандалы. Заглянул в машину битой, вызвал полицию. Полиция приехала тут же через 10 минут. Вчера прошел благотворительный концерт для 9-летнего Рустама Султанбекова. В студии у меня работает сотрудник Аманжова Файдос. Султанбеков Рустама – это его племянник. И он меня спросил, Руслан, мы же будем делать благотворительный концерт? Я говорю, да, будем. Он говорит, давай вот сделаем Рустама, ему нужно деньги на операцию. Он говорит, давай сделаем. В Пришахтинске появились мелкие воришки и крупные вандалы. На днях в гаражном массиве пенсионера Бориса Бунакова разбили стекла в автомобиле. Для этого использовали бытовой топор. Подробности узнавал наш корреспондент. Этот случай произошел в минувшее воскресенье в Пришахтинске. В гараже инвалид третьей группы Борис Валентинович забыл сотку в своем автомобиле. Когда пришел утром, то увидел сломанный замок на воротах и разбитые стекла. Заглянул, машина битая, вызвал полицию. Полиция приехала тут же через 10 минут. Обследовала, ну как, криминалисты были. Сотки не было, как всегда, а машина побита. Борис Бунаков говорит, что ни с кем не скандалил в последнее время. Поэтому мотива ему отомстить ни у кого не было. В гараже еще пропали запчасти. Пенсионер уже посчитал нанесенный ущерб. Он примерно составляет 450 тысяч тенге. От расстройства мужчина попал в больницу. Конечно, я сейчас только что с поликлиники и давление. Сын Бориса Бунакова Дмитрий говорит, что о данных фактах кражи и вандализма он слышит неоднократно. Он слышал, что в 21 микрорайоне Пришахтинска и в Старой Тихоновке недавно вскрыли еще три кража. Украли строительные материалы и электроинструменты. Люди в основном не подают заявления, потому что факты кражи там, ну фактически там воришки, если залезли какие-то там, то они там, ну или взяли там фактически ничего там, ценного ничего не унесли. И люди просто-напросто не хотят связываться, не пишут никаких заявлений. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся расследования, назначены все необходимые экспертизы. Николай Кровец, Габиден Кружбеков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. В Караганде полицейские задержали квартирного вора на месте происшествия. Полицию позвонили жильцы одного из домов по улице Карбышева и сообщили, что неизвестный мужчина выносит из квартиры соседки большие нагруженные сумки. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Как оказалось, 23-летний домушник взломал квартиру путем подбора ключа. В сумках полицейские обнаружили норковую шубу, деньги, ювелирные изделия и мелкую бытовую технику. Кроме того, вор прихватил с собой продукты питания. Сумма нанесенного ущерба оценена хозяйкой квартиры в 500 тысяч в тенге. Путем подбора ключа подозреваемый проник в квартиру, а затем стал собирать все ценные, что попалось ему под руку. Бытовую технику, ювелирные изделия, деньги не побрызгал даже продуктами питания. Сумма ущерба составила 500 тысяч в тенге. В отношении задержанного возбужденного уголовного дела проводится расследование. Вчера прошел благотворительный концерт для 9-летнего Рустама Султанбекова. Мальчик страдает ДЦП. Все деньги, собранные за продажу билетов, пойдут на его лечение. Амина Смакова с подробностями. Благотворительный концерт организовала танцевальная студия «Истсайт». Молодые дарования дали отчетный концерт по разным танцевальным направлениям. А все собранные деньги за билеты пойдут на лечение Рустама Султанбекова. К слову, это танцевальная команда и создавалась именно с таким расчетом. С своим творчеством оказывать помощь людям, страдающими разными тяжелыми заболеваниями. В студии у меня работает сотрудник Айдоса. Султанбеков Рустам – это его племянник. И он меня спросил, Руслан, мы же будем делать благотворительный концерт? Я говорю, да, будем. Он говорит, давай вот сделаем Рустаму, ему нужны деньги на операцию. Я говорю, давай сделаем. Сам родственник мальчика Айдоса Манжолов на концерте тоже, как и остальные, исполнил танец для спасения своего родного племянника. Срочную операцию необходимо проводить в Москве. Если она пройдет успешно и вовремя, то девятилетний Рустам Султанбеков получит шанс быть полноценным ребенком. В концертном зале негде яблоко упасть. Горожане отреагировали на призыв о помощи очень бурно. Все с удовольствием внесли свою лепту для спасения мальчика. К тому же скучать в зале им не пришлось. На сцене участники показывали все свое мастерство. Если будет чем больше таких концертов, тем, естественно, будет больше, скажем, спасенных жизней. Я считаю, это правильно. Нужно помогать людям. Было бы их побольше, и тем детям, которые вот так вот страдают, им бы было полегче. Амина Смакова, Габиден Курышбеков, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Далее короткая реклама. Асхат Айбеденанди. Прекрасный выбор за вами. В Караганде обновили шахтерскую больницу Арселор Миттл Симиртау. С недавнего времени она находится под управлением фирмы Гиппократ, которая оказывает медицинские услуги населению. Подробности в следующем сюжете. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно так в торжественной обстановке проходила презентация обновленной больницы для шахтеров. Миссия по перерезанию красной ленточки досталась заместителю директора компании Арселор Миттл Симиртау Анджею Выпиху и директору медицинской фирмы Гиппократ Надежде Хохловой. Действительно победила конкурс компании Гиппократ, и хоть она и звучит одна, как компания Гиппократ, но я могу сказать, что на протяжении всего месяца, который мы проработали, мы себя одинокими не чувствовали. Это была и поддержка со стороны Арселор Миттл Симиртау, потому что часть ремонта помогли и они нам делать, и сейчас ремонтные работы продолжаются. Увиденная шахтерская больница действительно впечатляет. Кроме обычных комнат, здесь появились вип-палаты, в которых созданы все условия. Есть отдельный санузел и телевизор. Предусмотрены палаты и для ветеранов. На 60 коек за два дня мы заложили 40 больных, 40 пациентов. То есть это шахтеры и жители местные. В наше отделение, в нашу клинику может попасть любой пациент, житель Казахстана, в республике Казахстан, по порталу любой пациент. Светлана Додонова лежит в шахтерской больнице уже не в первый раз. Раньше было достойно медицинское обслуживание. Однако, говорит она, не хватало специального оборудования. Теперь ей все нравится. Мы легли в этот раз после ремонта. Хорошие кровати, хорошая постель. По поводу питания тоже могу сказать, что большой плюс. Сейчас мы питаемся все в одноразовой посуде. До этого мы приходили со своими чашечками, ложечками, а сейчас нам все приносят, уносят, забирают. В ближайших планах у больницы для шахтеров приобретение аппаратов для безоперационного лечения позвоночника, УЗИ, спирограф, томограф и многое другое. Николай Кровец, Габиден Крушпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Тимиртаусский вокалист прошел финал республиканского конкурса «Казахстан-Доусы». Тимур Амаров – солист казахского ансамбля «Алау». Третий раз пытается прорваться на казахстанскую эстраду. Подробности у нашего корреспондента. Телевизионное шоу «Казахстан-Доусы» – аналог российского голоса. Всего подобное шоу проводится в 53 странах мира. 22 декабря Тимур Амаров будет бороться за звание победителя в прямом эфире национального канала вместе с тремя соперниками. Его настанником стал Алмаз Кишкенбаев. Я участвую в проекте «Голос». Я прошу жителей Караганды и города Тимиртау проголосовать за меня. И надеюсь, я их не подведу. Все будет хорошо. Сейчас Тимур усиленно репетирует, старается не уронить тимиртаусскую традицию. Ведь из этого города металлургов вышел победитель «Х-фактора» Андрей Тихонов. Победитель телепроекта «Жолдус-де-Сад» Арман Канцау. Стать победителем «Казахстан-даусы» – наша общая задача. И в этом проекте я хотел показать себя, на что я способен. Я хотел раскрыть свой талант, таланты. Из почти 200 претендентов со всего Казахстана в финал телевизионного шоу «Казахстан-даусы» попали 4 человека. Лучшего будут выбирать народным голосованием. Если он победит в финале, конечно, с поддержкой наших жителей Крымской области, тогда он поедет защищать честь не только области, а честь республики в международных проектах. Поэтому граждане, жители области, не оставайтесь в стороне, поддерживайте, голосуйте за нашего земляка. Итак, 22 декабря. Болеем за нашего земляка Тимура Умарова и посылаем СМС-ки. Не забудьте! Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Марат. Култенов, Первый Карагандинский. Впервые в Караганде провела мастер-класс по повышению компетенции госслужащик профессор из Астаны Лейла Ассалбекова. В обучающем семинаре приняли участие более 120 человек со всей области. Репортаж Алины Акбаевой. Занятия проходили в форме мастер-классов и аналитических дискуссий. В конференции приняли участие как рядовые служащие, так и руководители организации. Цель этого проекта – обучить психологии межличного общения, а также грамотно оказывать государственные услуги народу. Когда исполнитель с управленцем находится за одной партой, это тоже в какой-то степени хороший показатель. Умеет ли он быть обучаем? Может ли он слышать этот вопрос? Поэтому мы сегодня раскрываем технику акмеологии, то есть как совершенствовать свой личностный потенциал, технику компетенции, как заведующая центром изучения компетенции. Моя задача – донести хороший государственный служащий должен быть компетентным специалистом. Одной из участниц тренинга стала Эльмира Абильгина, представитель предпринимателей Жанаркинского района. Она каждые три года проходит двухнедельный обучающий курс, переподготовки и повышение квалификации. Но этот мастер-класс, по ее мнению, был один из лучших. Как отметила участница, подобные тренинги очень полезны, так как нужно всегда обновлять свои знания и совершенствовать свой опыт. На этом тренинге мы очень грамотно получили, как тоже себя вести в настоящие государственные служащие. Здесь много рассказывалось о том, как надо себя вести и сдерживать свои эмоции. И мы показываем и защищаем статус государственного служащия, чтобы не опозориться перед народом. По словам профессора Лейлы Салбековой, на следующий год они планируют совместно с региональным центром переподготовки и повышения квалификации госслужащих провести психометрическое тестирование. Для того, чтобы действующие госслужащие могли оценить свои возможности. Алина Акбаева, Лжас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. А теперь перейдем к новостям спорта. Караганда торжественно встретила участников юношеской сборной Казахстана по паралимпийским играм. С 26 по 31 октября в Малайзии проходили пары игры азиатского континента. Наши карагандинские спортсмены внесли весомый вклад в копилку медалей Казахстана. Пресс-конференция во дворце спорта проходила на подъеме. Карагандинским паралимпийцам есть чем гордиться. Сборная Казахстана в итоговом протоколе расположилась на девятом месте среди 29 команд стран-участниц. Удивил всех молодой паралимпиец Руфат Хабибуллин. Впервые участвуя в столь престижных мировых состязаниях, он принес сборной три призовых места. Метнул копье на 37 метров 57 сантиметров. Это рекорд азиатских паралимпийских игр среди молодежи. В метании диска он стал вторым. Руфат был заявлен только в двух видах. Попробовать его в метание ядра решились перед состязаниями. Мы рискнули и удалось достичь небывалого результата. Руфат собрал всю силу в клак и занял третье почетное место. Три медали. Он кавалер всех трех медалей. Золотая, серебряная, бронза. Поэтому он достойно представил Казахстан, тем более Караганду. Если легкая атлетика королева спорта, то в лице Руфата Хавибулина она обрела настоящего короля. Три медали разного достоинства привез Руфат из Малайзии. Всего сборная Казахстана завоевала 12 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Это при том, что наши спортсмены выступали только в шести видах спорта из 14. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. 10 ноября на финальный матч Кубка Казахстана «Шахтер Тарас» отправляются автобусы для карагандинских болельщиков. Сбор на улице Олимпийской в 10 часов. Отправление в 11.00. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер нашей редакции – 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Всего доброго. До обоих здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин